В городе уже очень много приспособлено для людей, передвигающихся на колясках. Уже сделаны пандусы и в дома культуры, и в учреждениях спорта, и во многие магазины, во многие места. Но очень важно сделать именно в дома пандусы, потому что ну как человек придет в дом культуры, когда он не может выйти из дома. Для того, чтобы куда-то прийти, нужно сначала выйти из дома. Это была бы, конечно, первая задача, и с этого нужно начинать. Доступная среда, цель современности и органы самоуправления в рамках федерального закона обязаны обеспечить доступ маломобильным группам населения к социально значимым объектам. Задача номер один – беспрепятственно преодолеть порог собственного дома. Мы с управляющей компанией Райминской договорились. Пандус снаружи от подъезда делает управляющая компания Райминская. Вот на том адресе, на котором мы сегодня уже с вами были, управляющая компания ко вторнику эта работа закончится. А все, что внутри подъезда, мы делаем это силами и средствами администрации Райминского района. И, повторюсь, это очень приятная работа, когда видишь результат. И причем она не такая уж и дорогая, и сложная. Это решение существует. Обычная организация, которая проезжает их, ставит эти пандусы. Каждый месяц в Управление жилищного хозяйства и благоустройства Райминского района приходит порядка двух-трех заявок с просьбой установить пандус в подъезде. И сегодня цель перед органами самоуправления стоит конкретная, заявляет Руслан Юнусович. Включить эти работы в план финансирования на 2017 год. В организации Райминского района, организации Всероссийского общества инвалидов и в Райминском комплексном центре социального обслуживания селения стоит 26 инвалидов-колясочников. И не у многих есть пандусы в доме, к сожалению. То есть за год, по-моему, сказали 10 сделали, то есть еще есть над чем работать, да? Еще есть над чем работать, конечно же. Узнав о приезде съемочной группы, Лариса Ильинична отлучилась от тяжело больного мужа буквально на несколько минут. Прийти с обращением в администрацию женщина не имеет возможности. Он блокадник. Чувствует себя плохо, конечно. То есть пандус вам очень нужен? Вот шестой подъезд, да? Я так понимаю, Левашова 27, шестой подъезд. Да, шестой подъезд Левашова 27. Мы бы очень были благодарны. По словам Олеси Фроловой, откидной пандус в подъездах – удобный вариант и хорошая альтернатива так называемым рельсам. Каждый, для кого лестничный проем, непреодолимая стена, может обратиться в приемную Шахшаева, либо оставить заявку на портале Добродел. Екатерина Алфимова, Сергей Григорьев, Андрей Мелентьев. Для программы «Городские вести».